Китайцы – народ застенчивый и вдумчивый, поэтому одно из первых мест, которое посетила делегация из Поднебесной в Иванове – музей Сица. Китайские гости – помощники посла в наш город приехали погостить. Цель поездки на этот раз, главная цель – то, что интертон. Мы смотрели детей, кабинеты, классы и так далее. В Интердом часто приезжают гости из разных стран. Путешественников водят по достопримечательностям и много фотографируют, чтобы память осталась. История Интердома и история Китая – они неразрывны. Ну, нужно сказать, что если детство китайцев, маленьких мальчиков и девочек начиналось с Интердома, первые воспитанники из Китая приехали к нам в 1933 году, потом большой заезд был в 1941 году. И, в общем-то, в Интердоме воспитывалось 115 человек китайцев. Сейчас в Интердоме детей из Китая нет. Но 10 воспитанников раз в год выезжают в эту страну, чтобы отдохнуть и наработать навыки разговорного языка. В Интердоме учат китайский. С Чунцинским университетом заключен договор. Каждый год двое выпускников интерната могут отправиться туда учиться. Главный хореограф Китая – воспитанник Интердома. Жил в Иванове министр транспорта страны. Особенно интердомовцы гордятся тем, что здесь росли дети Мао Цзэдуна. У сыновей Мао Цзэдуна, здесь их звали Сережа и Коля, мать была расстреляна, потому что не выдала то место, куда ушел Мао Цзэдун. Эти дети хорошо понимали, что если бы не Россия, если бы не Интердом, наверное, живыми бы они не остались. А тут, вот тут-то в Интердоме, на Ивановской земле начиналось их детство. Счастливое детство. Делегаты в Иванове встретились и со студентами из своей страны, которые проходят обучение в местных вузах. Преподаватели и педагоги сказали, вот ваши студенты хорошие. А наши студенты сказали, что преподаватели хорошие, университет хороший. По-моему, Иваново для меня это хороший, дихий, такой спокойный город. Но я лично считаю, что в таком городе люди могут счастливо, спокойно жить. В Интердоме шутят, на самом деле Дед Мороз китаец, ведь он исполняет многие желания воспитанников. И в этот раз послы из Поднебесной подарили учебному заведению крупную сумму денег. Если все получится, то на эти средства, рассказывает София Ивановна, в интернате будет оборудован класс по изучению китайского языка.